Друзья, всем привет! Мы снова на нашем проекте Сумарокова в Андреевке. Двухэтажный дом из газобетона габаритами 9 на 9,5 метров. Полметра прибавили в зону кухни-гостиной, я уже рассказывал об этом, чтобы сделать именно эту зону пошире, побольше, по площади. И продолжаем строительство, продолжаем возвышать наш домик и приступаем к устройству кровли, к устройству крыши этого двухэтажного дома. Два дня назад привезли стропильные фермы на объект. Вон они вдалеке лежат и здесь также частично. Ферму мы изготавливаем на заводе, в цеху, на станках. То есть сначала выполняется проект, отправляем проект конструктору, проектировщику. Все это рассчитывается в программном комплексе по нагрузкам. Далее нам предлагается проект стропильной системы. Дальше мы его дотачиваем, корректируем под наши стандарты. Проверяем, проходят ли все вент-каналы. Их здесь достаточно много. Проходит ли чердачная лестница и ее расположение удачно. И только тогда запускаем уже проект в производство. И вот на выходе получаем такие вот аккуратные конструкции. Каждая такая конструкция имеет свой код, артикул. Также эти артикулы все прописаны в проекте. Монтажная бригада знает все эти артикулы, смотрит по проекту и расставляет позже на свои места. Сейчас мы ждем кран. Он немножко опаздывает, как это обычно бывает. У нас со спецтехникой всегда какое-то маленькое ЧП получается. Либо опаздывает, либо сломался, либо без настроения приехал и так далее. Каждый приезд спецтехники на объект это маленькое ЧП. Всегда всем своим бригадирам об этом говорю. Потому что никогда не угадаешь, что же приедет в следующий раз. Что или кто. Ну а у нас наверху все готово под монтаж этих ферм на уровень кровли. Там мы разместили муэрлат, смонтировали его на бетонный армопояс. Проложили гидроизоляцию. Прикрепили, закрепили, стянули, можно сказать, с бетонным армопоясом через химические анкера муэрлат. И даже установили уголки оцинкованные под размещение, как я сказал, конкретных ферм по проекту. Ждем кран и приступаем к монтажу ферм. Друзья, ну вот первая ферма. Ферма пошла. Уже подняли ее и выставляем четко, буквально сантиметр в сантиметр на свое проектное положение. Бригадир руководит процессом, точно понимая, какая конкретно ферма, куда должна быть смонтирована. Только получая опыт из проекта в проект, из дома в дом, бригада оттачивает навыки и понимает, как производить работы более качественно и в то же время достаточно быстро. Сейчас пока фиксируем саморезами через стальные оцинкованные уголки. Муэрлат лежит, соответственно, к нему фиксируем наши фермы. Эта ферма у нас двойная, которая будет нести значительную часть нагрузки. И получается, друзья, что в этом процессе, в процессе монтажа, изготовления стропильной системы участвует, как я сказал, сразу несколько человек. Это и проектировщики, и конструкторы, и наш офисный персонал, который корректирует работу, знает точно и четко этот процесс и этот проект. Ну и, соответственно, это люди на производстве и это монтажники на объекте. Вот только такая слаженная работа нескольких людей, нескольких подразделений, дает заведомо положительный результат. Ну и, конечно, еще забыл сказать про оператора спецтехники, крановщика, кранового. Очень важно, чтобы он был тоже проверенным, человеком адекватным. Поэтому важно каждую конструкцию дома разрабатывать, проектировать, рассчитывать и монтировать, соблюдая все технологии и строительные нормы и правила. Продолжаем монтаж ферм стропильной системы в Андреевке. Я приложу ссылки на видео, как мы это делали. Монтировали видео, монтировались стропильные фермы в Истре, в Солнечногорске, в Щелково, на домах Сумарокова. Ну и вы посмотрите, прибавляем мы или нет по опыту. Как мне кажется, с каждым проектом, с каждым домом у нас и качество работ, и скорость, и понимание вообще всех процессов на порядок улучшается. Этого мы достигаем за счет того, что применяем одни и те же проверенные и в то же время максимально современные решения. Мы максимально технологичные, профессиональные и надежные. Ну и давайте посмотрим, как будет происходить подъем следующих ферм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok